Дорогие друзья, прежде чем вы посмотрите этот выпуск, хочу вам сказать, что сегодня в 20 часов 40 минут по московскому времени состоится стрим на моем канале, также на канале Твиче. Ну вы все знаете, в принципе, кто постоянно к нам ходит, ну а кто не знает, добро пожаловать. В 20 часов 40 минут я и Дима Анисимов ждем вас на очередном ламповом стриме. Приходите, будет интересно. Ну а сейчас продолжайте смотреть мое видео. Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Гамбитные эксперименты. Рубрика, где мы играем с вами по 3 минуты, пытаемся играть различные веселые структуры, ну а также, конечно, гамбиты. Просто гамбиты не всегда получается играть, поэтому в этом случае приходится что-то выдумывать. Ну что ж, держимся на отметке 2200 пунктов, в принципе, результат неплохой. Давайте дождемся соперника и попробуем сыграть гамбит. Итак, дождались соперника, ну что, пробуем Е4. Какой у нас гамбит? Каракан. Ну давайте, Е3, по-моему, есть гамбит в каракане. Вот такой вот оконский гамбит. Ну да, здесь Е5 играют и получается что-то наподобие королевского гамбита. То есть сейчас на ЕД будет слон С4 и потом там атака на поле Ф7 будет. Будем давить, душить соперника, поэтому соперник играет слон Ж4. Интересно. Так, тогда слон С4 с угрозой, слон бьет Ф7. Угроза нешуточная. Что будешь делать? Конь Ф6, наверное, сыграет. Ну, конь Ф6, там слон бьет Ф7. Конь Ф6, слон бьет Ф7, королевит Ф7, конь бьет Е5. Извините, конь развязался. Поэтому соперник думает. Может быть, в ход слон Ж4 здесь оказался неудачным. Сейчас я просто еще 2 ноля же сыграю. И соперник, видите, начинает долго и упорно зависать. Так, перевес во времени уже, как мы видим, практически минута. Так, ну что соперник-то не ходит? Неужели это так все для него оказалось таким сюрпризом? Слон Аш-5 пришлось вот так вот аж играть. Бедному сопернику. Ну что, ну так, ну 2 ноля просто. То есть, так долго думал. Да, и просто берет. Ну, понятное дело, что здесь игра идет не в пешке, а в шахматы. Так, что нам теперь делать? Ну, если брать ферзем, то получится пресная какая-то позиция. Поэтому хочется что-то веселого. А веселого мы можем получить с вами только ходом ферзь Е1, наверное. То есть, пускай эта пешка на поле Д4 лишняя, вот он как раз гамбит, но угрожает конь Е5. Также угрожает конь Ж5. Также где-то ферзь Ж3. Также слон Ж5. Слон С5. Ну, это, как говорится, тонкий намек на толстые обстоятельства. То есть, на... Зависает на... H1. А мы не реагируем. Нам все по барабану, мы лезем. Так, конь Ф6. Итак, первый хрязь прошел. Небольшой такой хрязь. Один хрязь. И пять. Наводя Е8. Кстати, что будет, наводя Е8? Там не очень понятно, что, кстати, было бы, наводя Е8. Так, Е6 есть ход, как ни странно. Есть ферзь H5. Ж6. Там король Ж8 куда-то пойдет. Ну, интересно. Ну, давайте. Ой-ой-ой-ой. Какой ферзь H5? У меня же ферзь на поле Е1. Вот я... Да, ферзь-то у меня на поле Е1 стоит. Ё-моё. Так, Е6. Ну, не знаю. Как-то у меня, конечно, отстал в развитии. Я. Немножечко. Надо коня отъедать, конечно же. О чем тут разговор? Делать связку. Немножечко я тут начал долго размусоливать. Ну, ферзь H4 сейчас. Так, водя Е8, ферзь H4. Осталось лишь конь D2 сыграть. Я, правда, не успеваю. Д3, шах сейчас следует. Жертвуется пешка на поле C2. Ну, там, знаете, там будет ферзь C4 грозить. Там ферзь C4. То есть, D3, король H1 взяли конь C3 и будет грозить ферзь C4. Поэтому соперник играет, владя Е6. Так, ну, теперь, опять же, конь идет на поле D2. Не боимся мы этого скрытого шаха, этой коварной угрозы. Наша задача здесь добраться до короля. И мы, по-моему, это успешно с вами делаем. Мы с вами добираемся до короля. Потому что соперник здесь что-то странное совершенно сыграл. Есть конь Е4, во-первых, есть ход. Сразу, наверное, выигрывает. Там еще слон зависает. А также владя бьет F6. Ферзьем брать нельзя. Я веду владя F1, D3, шах, король H1 и все равно теряется ферзь. А если владя бьет F6 сюда взяли, то ферзь бьет H6. Ну, не знаю. То же самое ведь с ходом конь Е4, по-моему, проходит. Хорошо, играем конь Е4. А, конь Е4, G5. Конь Е4, G5. Вот в чем ресурс. Ну, правда, а в чем ресурс? Там шах же. Так, ничего не понимаю. Ладно, играю конь Е4. G5 же не помогает. Там ферзь H5, шах. Ну, здесь конец. Здесь не выжить, конечно, черным. С такой игрой сейчас и D3 уже не помогает, ввиду конь бьет C5. Тут еще конь, слон завис. Так. Ну, качество уже можно выиграть. Как говорится. Дадим шах. Так. Так. И теперь съели здесь. Качество выиграли. Заехали ладьей. Сдвоились пока. Так. Сделали форточку небольшую. Ну, соперник вот начинает пешками здесь нагнетать. Хорошо. Поставим ферзя на поле Е8. Так. Съели, съели. Мы окучили. Так. Шах дал. Ну, хорошо. Отошел. Так. И здесь... Кстати, что здесь? Можно вот так хряснуть. Бабах. На флажок. Бабах. Бабах. И соперника просто упал флаг. Вот так вот переход в равные вроде бы владельник. Но на самом деле просто флаг срубил. Ну, что же здесь можно сказать. Наверное, конь Е4 был не сильнейший. Наверное, все-таки ладьер бьет и в 6 там было сильнее. Чтобы хода слон Е7 не успевали сыграть черные. А там я убил просто пешку на поле А6 с разгромом. Ну, вот такая вот получилась партия. Если она вам понравилась, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами же был комментатор Олег Сломаха. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok